Встреча с дипломатическим клубом Встреча с дипломатической академией для тех из вас, кто первый раз участвует в таком заседании и не знает, что такое этот дипломатический клуб, скажу несколько слов о клубе. Этот клуб был создан в 1998 году и если вы посмотрите на его устав, то он занимается многими вещами, в том числе организацией тургрупп за границу, переводческой деятельностью, издательской деятельностью. И даже вот у него в уставе записана охрана объектов и сопровождение грузов, отправка личного багажа за рубеж. На самом деле мы этим, конечно, не занимаемся и в последнее время главное, на чем сосредоточен этот клуб, это, что называется, место для дискуссий. Мы приглашаем выдающихся дипломатов, политиков, общественных деятелей, бизнесменов, работников научной сферы и устраиваем дискуссии. Сегодня у нас в гостях выдающийся дипломат, господин Жандо Глинясти, чрезвычайный полномочный посол Франции в России. И прежде чем сказать несколько слов о нашем госте, я хотел бы попытаться высказать свое мнение о том, как в нашей стране относятся к Франции. В этой связи я хочу вспомнить одну историю. В 1979 году я вернулся из загранкомандировки долгосрочной в США, где я работал дипломатом. И поступил на учебу в дипломатическую академию. Вместе со мной поступил мой приятель, который работал во Франции, в нашем посольстве во Франции. И вот как-то моего приятеля и меня пригласили в музей Маяковского, знаете, такой есть музей на Лубянке, выступить. И он должен был рассказать о Франции, я о США. Мы пришли в полный зал, выступил сначала я, потом он, нам аплодировали, задавали нам вопросы, все были очень довольны, хвалили нас. А потом ко мне подошла молодая девушка и говорит, я из порткома КПСС, КПСС, давайте пройдем в портком. Мы вошли в портком, она мне говорит, вы зачем так откровенно о США говорили? Я говорю, как откровенно? Я объективно, и плюсы, и минусы. Нет, о плюсах не надо было говорить. Я говорю, почему? Она говорит, наши люди еще не созрели для этого. Я говорю, ну вы молодая, а в зале пожилые люди сидели, почему вы созрели, а они нет? Она говорит, ну я же из порткома. Ну мой приятель решил за меня вступиться и говорит, ну я ведь Францию вообще только хвалил. Она говорит, вот Францию можно хвалить, Франция хорошая страна, в отличие от США. И это был 79-й год, сейчас вот у нас с вами 2012-й, мало что изменилось. Более того, что изменилось, то еще больше в пользу Франции. Потому что тогда, еще в те времена, когда мы учились в Дип-Академии, нам в лекции все-таки говорили, что Франция страна капитала, и там даже есть олигархи. Теперь мы, конечно же, за это Францию критиковать и не критикуем, и не можем критиковать. Я это к чему говорю? Что можно быть уверенным, что если господин посол будет хвалить Францию, наверное, он будет это делать в своем выступлении, то, конечно, это будет воспринято очень позитивно. Эта аудитория, все будут с вами согласны. Тем более, что господин посол, как я уже сказал, действительно выдающийся дипломат с огромным опытом дипломатической работы. Господин посол работал долгие годы в Центральном аппарате Министерства иностранных дел Франции. Поступил он на службу в 1975 году и занимался самыми разными вопросами. Вот я попытаюсь перечислить, чем он занимался. Африкой, Средним Востоком, странами бассейна Индийского океана, Организация Объединенных Наций и другими международными организациями, планированием и прогнозированием, анализом планированием и прогнозированием международных отношений, внешней политики Франции, финансовыми и экономическими вопросами, вопросами науки, техники и образования. И кроме того, господин Глинястия служил за рубежом, представлял свою страну. Сначала Бельгия при европейских сообществах, потом он был генеральным консулом в Иерусалиме, потом был послом в Сенегале и в Гамбии, потом послом в Бразилии и в 2009 году был назначен президентом Франции по рекомендации премьер-министра Франции, министра национального отдела Франции, послом, чрезвычайно полномочным послом Франции в Российской Федерации. Чему мы очень рады, потому что мы с вами знаем, что в последние годы наши отношения развиваются с Францией, успешно развиваются на разных направлениях и, конечно, вклады на посла огромные в это развитие. За что мы ему, естественно, благодарны. Ну и перед тем, как предоставить слово господину послу, надо обсудить вопрос, на каком языке мы будем объясняться. Если бы мы здесь встретились в XIX веке, а здесь в XIX веке был царский лицей, то вопрос бы не возникал. Все, кто учился в лицее, кто преподавал, знали французский язык. Сейчас времена изменились, может быть, к худшему. В том смысле, что есть люди, многие люди, я не раз слышал в Европе, которые говорят, что в XVIII веке Европа говорила на французском языке, это был самый благоприятный век для Европы. Европейцы мало воевали между собой. А потом постепенно французский язык стал вытесняться, и на первое место стал выходить английский язык. И как эти люди говорят, чем больше люди говорили на английском, тем больше они воевали между собой. Якобы даже Лига наций из-за этого развалилась, из-за того, что перешла с французского на английский. Сейчас XXI век, поэтому, кто его знает, может быть, мы опять все вернемся к французскому, а может быть, перейдем на русский, а может быть, даже на китайский. Но господин посол блестяще владеет русским языком и любезно согласился выступить по-русски. Решите предоставить вам слово. Спасибо. Спасибо за представление. Вот тема сегодня – это экономическая дипломатия. По Франции, конечно. Франция в значительной степени была одним из начинаателей культурной дипломатии уже больше века тому назад. Так родилась сеть Альянс Францезе и французских институтов в зарубежных странах. Некоторые из вас, возможно, знают французский институт в Москве. Надеюсь. В некоторых странах эти учреждения даже опередили посольство Франции. Так, например, первый Альянс Францезе открылся в Праге сразу после войны с Пруссией в 1871 году. Первый французский институт открылся в Петербурге более ста лет тому назад. Мы до сих пор придаем очень большое значение культурной дипломатии. Сближение народов, результат путешествия, учебы за границей. Но в основном, по существу, ознакомление с культурой другой страны. Культурная работа в странах останется по-прежнему одной из характерных черт французской дипломатии в целом. Это одна из сторон мягкой силы в ее французской варианте. Культурная и экономическая дипломатия фактически очень тесно связаны. Можно было бы сказать, что культурная дипломатия предшествует и прокладывает путь для экономической. Пример России и Франции в этом отношении очень характерен. Экономическое взаимодействие наших стран, и это также верно в отношении связей между Францией и Средней Азией, например, и другими странами и континентами, не оказались бы столь активны, если бы не этот капиталь взаимно добрых отношений, которые мы должны наращивать и развивать. В первой части я расскажу о плане действия Министерства иностранных дел Лоран Фабюс, экономической дипломатии, как новый вектор французской дипломатии. На ежегодном совещании послов Франции всего мира начало этой практики положил Ален Жупе, и она распространилась во множестве стран. Министр Лоран Фабюс пожелал учредить настоящий план действий для упрочения экономической дипломатии Франции. Было бы неправильно считать, что до объявления этого плана наши посольства вообще не занимались экономической дипломатией. Наоборот, посол Франции находится в центре настоящей сети экономических структур. В первую очередь экономический отдел посольства, который в крупном центре может охватывать несколько стран региона. Вслед за ним Уби Франс. Уби Франс и его зарубежные представители тоже привязаны к посольству для продвижения экспорта малого бизнеса. Тоже есть АФИ, французское агентство иностранной инвестиции, также активно во всем мире и поощряет инвесторов приходить во Францию. Кстати, эта работа очень успешна, поскольку Францию часто называют одной из наиболее привлекательных стран в Европе и в мире. Надо убедить русские предприятия в этом. Но это так. Также у нас есть тоже советники внешней торговли во главе с их председателем. Они представляют французские фирмы, которые работают в стране. И, наконец, конечно, торговая промышленная палата оказывают поддержку всем предприятиям Франции на месте. План ставит себе целью систематизировать некоторые виды практики. В условии экономического кризиса на европейском континенте, хотя он затронул Францию меньше, чем ее соседи в югу, перед нами стоит задача развивать международные контакты наших фирм и привлекать в нашу страну еще больше инвесторов извне. Для этого необходимо мобилизовать все наши силы. Я не буду пытаться дать вам полное описание плана. Остановлюсь лишь на нескольких основных направлениях и мерах, которые в нем содержатся. Поддержка наших предприятий за рубежом и продвижение Франции как направления для иностранной инвестиции становится приоритетным и постоянным указанием для всей дипломатической сети Франции. Учреждение экономического совета, в которое входят все основные участники экономического процесса, вокруг посла, во всех главных дипломатических миссиях. В Москве это безусловно так. Упрощение и усиление контактов с французскими предприятиями в ходе переговора по двусторонным и многосторонным торговым соглашениям. В евросоюзные и международные переговоры будет всегда отстаиваться принцип взаимностей. Упор на экономические аспекты в ходе визитов министров и их контактов с собеседниками. По некоторым странам назначение специальные уполномоченные фигуры для того, чтобы сопровождать деятельность французской дипломатии. Например, позавчера Жан-Пьер Шевенон, бывший министр Франции, был назначен, чтобы продвигать экономические отношения с Россией. Усиление экономических аспектов подготовки будущих французских дипломатов необходимо поощрять кадры с экономическим профилем, в частности в области экспорта малого и среднего бизнеса и инноваций. Открытость, это важно, нужно сделать министерство иностранных дел Кедорсе более доступным для предприятий и развивать регулярный диалог с экономическими и социальными партнерами. Ежегодно день открытых дверей Кедорсе, рассылка экономической информации на сайтах и социальных сетях министерства. Министр Лоран Фабиус просил о том, чтобы все эти меры были осуществлены до конца ноября. Это задача для меня. Второй части я вам расскажу о вовлечении французской дипломатии в экономические дела. Оно уже целые 50 лет стало неизбежным в переговорах по евросоюзному строительству. Когда в 1957 году было создано европейское сообщество, будущий Евросоюз, целый ряд экономических вопросов общего рынка Европы были отнесены в компетенции бруссельских органов. Это касалось в особенности коммерческих вопросов и всей тематики антимонопольного и законодательства. Таким образом, определение и отстаивание позиций франции в европейских органах стало важнейшей задачей экономической политики. Работа дипломатов здесь важна на различной стадии процесса. Министерство иностранных дел представляет свое политическое видение вопроса при согласовании позиций Франции. Оно происходит на уровне генерального секретариата по европейским делам под началом премьер-министра генеральный секретариат уполномочен разрешать споры в случае разногласия с Министерством финансов, часто бывает, как вы знаете, или различен другими ведомствами. Затем задача дипломатов нашей постоянной миссии в Брусселе это согласованную позицию Франции представлять и защищать на внутриевропейские переговоры. Иногда переговоры ведутся на уровне самого постоянного представителя. Третья часть. Французские инвестиции в Россию, российские во Франции, экономические взаимодействия. Чтобы наглядно представить эффективность экономической дипломатии, могу рассказать вам о результатах, которые были уже получены. Начнем с французских инвестиций в Россию и российских во Франции и общего экономического взаимодействия. Они заметно выросли в последние месяцы. Разумеется, в этом не только заслуга посолства. Это тоже просто слезть решение самих компаний, которые сами определяют свои интересы, инвестировать или отказаться инвестировать в тот или иной регион мира. Наша задача представить им самую надежную информацию, контакты и иной раз небольшую политическую поддержку. Иногда большую. Так называемое лоббирование, когда это необходимо. Вопреки некоторым расхоженным мнениям, Франция – третий иностранный инвестор в России. Если исключить, офшорные инвестиции и Голландию, где находятся много штаб-квартир транснациональных компаний. Она, Франция, представлена в целом ряде отраслей и в особенности в финансах, агропищевом комплексе, ритейле и в автомобильной промышленности. В 2010 году Франция заняла четвертое место по потокам прямых иностранных инвестиций в Россию. Они составили 1,2 миллиарда евро по подсчетам Банка Франции и 960 миллионов долларов США по данным Росстата. и 9-е место по совокупной объеме вложенных средств 11,8 миллиардов долларов США. Таким образом, в настоящее время Россия заняла 13-е место среди направлений инвестиционных потоков из Франции. Франция была на 27-м месте в 2009 году, тогда как Франция находится среди первых иностранных инвесторов в России. В 2010 году совокупный объем вложенных средств был на уровне 6,6 миллиарда евро, что соответствует лишь 1% от общего объема вложенных за границы французских средств. Все-таки это не так много. По данным Банка Франции, существует не большее различие между французским и российским источниками. Прямые французские вложения в Россию очень диверсифицированы. Во группе с чего комплексы Danone, Lactalis, Bonduelle, вы знаете эти бренды, в автомобилестроении концерны Renault, АвтоВАЗ, Nissan, PSA занимают благополучные позиции. Соответственно, 31,3% долей рынка, что включает импорт и местное производство автомобилей. В транспорте, Safran, Alstom, в финансовой области Франция занимает первое место среди иностранных инвесторов. Société Générale Rosbank, один из наиболее солидно представленных иностранных банков в России. Но по активам на 9-м месте и как частный банк, третий в стране. Также в России разместились банки Calion и Natixis. В Retail, конечно, вы все знаете, французские концерны Шан, Декатлон, Кастер-Амар, Лоруа Мерлин обеспечили себе широкое присутствие на российском рынке и продолжают развиваться, сильно развиваются в России. В отрасли жилищного и гражданского строительства и строительных материалов французские концерны объявили крупные капиталовложения. У Lafarge в России несколько цементных заводов. Со своей стороны у концерна Saint-Gobain в России с 2003 года работают 8 дочернных предприятий. В энергетике, конечно. Основные французские концерны имеют в России крупный промышленный интерес. Это Total, GDF, Suez, EDF. GDF – это газ, EDF – это электрический. В области электротехнического оборудования французские фирмы Schneider, Nexans, Aréval и другие усилили свое присутствие в России, в частности, создавая заводы в регионах. Фармацевтики. Французские лабораторы начинают локализировать часть своего производства в России. Пятеро из них разместились в России. Sanofi, Avantis, Servier, Boiron, Ypsen, Pierrefam. Среди них у Sanofi, Avantis и Servier имеются заводы в России. С 2009 года оживление франко-российских торговых отношений подтверждается. Тут тоже, вопреки некоторым представлениям, Франция – большая страна по производству и экспорту. Одна из первых в пересчете на душу населения. Во Франции проживает 64 миллиона жителей. И тут, для посла Франции, это, несомненно, отрадный факт. В 2011 году товароборот между Францией и Россией составил 21,3 миллиарда евро. Он таким образом превзошел уровня 2008 года 7,4 миллиарда евро французского экспорта в Россию и 13,9 миллиарда евро импорта из России. или рост на 15 процентов по сравнению с 2010 годом. Рост товарооборота подтвердилось и в 2012 году. В первом полугодии французский экспорт вырос на 37 процентов и составил 4,8 миллиарда евро. Всего 3,5 миллиарда в первой половине прошлого года. Этот рост обусловлен в основном крупным заказом авиационной и космической техники, телекоммуникационной и медицинской оборудования. Чем характеризуются эти потоки? Французский экспорт в России формируется в основном товарами и высокой добавленной стоимости. В состав французского экспорта в Россию входят товары высокие и средневысокие технологии. Они представляли собственные 33,38% от его общей суммы в 2010 году. Следует учитывать также транспортные оборудования, машиностроительные, электротехнические, электронные и фарматические оборудования. Из остальных товаров главные химикаты, духи, косметики, конечно, лекарства и продукты агропищевого комплекса. Результаты нашей пищевой промышленности, хотя она и есть один из традиционных сильных элементов французского экспорта, в России к сожалению относительно хуже выглядят, чем в других странах. Французская доля российского рынка составляет приблизительно 4,5%. Цель экономической дипломатии будет, естественно, увеличить эту долю в ближайшие годы. Предлагаю вернуться к теме через несколько лет. В качестве заключения я бы сказал, что дипломатическая профессия сильно изменилась и будет продолжаться меняться в будущем. Если сегодня ставится особый упор на экономическое дипломатия, это лишь один из элементов, которые меняют существо нашей работы. Она сильно менялась на протяжении последних 50 лет. И это вообще к лучшему. Наряду с культурной дипломатией и экономической дипломатией в последнее время широко вошло в обиход понятие публичной дипломатии. Речь идет о привлечении максимального числа людей к достижению тех целей, которые политические власти до сих назначали дипломатия. Сегодня много новых игроков появилось на дипломатическом поле. Они сильно преобразили форму международных отношений. Например, неправительственные организации иногда обладают всемирным охватом. Они могут оказать существенное давление на многосторонные переговоры. это тоже СМИ, конечно. Они вынуждают дипломатов в открытости и гласности, что до сих пор редко было в нашей работе. Всем, тем из вас, кто выбрал для себя ремесло дипломата, я хочу пожелать удачи и сказать, что это одна из самых прекрасных профессий в мире, но сложных. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господин посол, за ваше очень интересное выступление. Вы согласились ответить на вопросы, поэтому, если у нас есть вопросы, давайте будем задавать. Единственное, что господин посол предпочитает отвечать на вопросы по-французски. Если кто-то из вас готов по-французски задавать вопросы, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вашу презентацию qui была очень интересной для всех и, особенно, для молодых, и для тех, которые работают в Академии уже давно. И я много вопросов к вам. Но для начала я скажу, что Франция является лидером, одним из лидеров культурной дипломатии. Это известно. Но что меня интересует, это какова позиция Франции в том, что касается виз и в частности относительно переговоров по визовому вопросу между Россией и Евросоюзом. Франция является влиятельной страной среди Евросоюза, а это одна из важных сторон нашего диалога с Евросоюзом. Я отвечу на визы. Франция заинтересована помимо всех вопросов симпатии и духовной близости с Россией. Франция имеет экономическую заинтересованность в том, чтобы упростить визовые вопросы с Россией. Вы знаете, что Франция принимает большое количество туристов, 80 миллионов туристов к нам приезжает ежегодно, потому что для нас это очень существенная ставка. У нас много россиян, и мы будем рады принимать еще большее число россиян. К сожалению, такого рода решения принимаются в рамках шенгенских механизмов и среди членов этого шенгенского механизма есть другие страны, которые не настолько заинтересованы в упразднении этих виз. Вы знаете, что переговоры продвинулись достаточно существенно. У нас было определено ряд совместных шагов, которые были согласованы на саммите Евросоюза с Россией. И эти совместные шаги, целый ряд из них были уже выполнены. Недавно Евросоюзная миссия была направлена в Россию для того, чтобы выяснить, как выдаются и каким мерами безопасности оснащены документы, свидетельствующие о личности в России. И результат был положительным. Новая миссия будет направлена до конца года. Процесс идет своим чередом. К сожалению, невозможно сказать, что процесс будет закончен к январю или к марту. Но в этом шенгенском механизме, помимо этого механизма, который идет нормальным своим шагом. Франция является одной из стран, которая давит в сторону либерализации визу-режим между Евросоюзом и Россией. Я тоже хотел бы поблагодарить господина посла за очень интересное выступление. И наш руководитель Дипломатической Академии говорил о действиях Франции в России, об образе Франции в России. Мне хотелось бы узнать побольше об образе России во Франции. Но в частности у нас есть проблема Сирии, у нас есть... И вот что вы скажете об имидже России во Франции? Я хотел бы сказать, что я очень обстоятельно подумал об этой проблеме. Всегда существует лаг во времени между реальным положением страны и тем, как эта страна воспринимается вовне. Я думаю, что этот лаг это отставание во времени в среднем 10 лет. И вот улучшение восприятия страны и ухудшение этого восприятия занимает очень много времени. И в этом я еще скажу, что есть перекрестные тоже вопросы о восприятии имиджа. Если я остановился на цифрах в своем выступлении, это тоже потому, что я знаю, что в России есть тоже совершенно ложные представления о Франции в России. Можно сгущая краски сказать, что Франция в общем это как Советский Союз, но чуть-чуть более либеральная страна, но ненамного. Поэтому моя задача это тоже объяснять россиянам, в чем заключается положение Франции в настоящее время. И вот чтобы рассказать о восприятии России во Франции, есть этот десятилетний лаг и есть тоже такие конкретные ситуации, как Сирия. В отношении Сирии я скажу, что это единственная проблема международной политики, где у Франции не имеется совпадения во взгляды с Россией, потому что во всех других темах мы в общем совершенно согласны с Россией. Но то же касается Сирии, реакция французов вероятно связана с очень большой эмоциональностью, это связано с историей, это тоже то, что французское общественное мнение тоже чувствительно и положительно относится к всем революционным движениям. Но я не думаю, что это внешнеполитическое разногласие влияет на образ России во Франции сколь-нибудь существенно. Я думаю, что это скорее вопрос лага отставания во времени. Я думаю, что основа представления, взаимного представления о другой стране гораздо более крепкое. Это культурное основание. Образованные французы прекрасно знают российскую литературу, искусство, музыку и искусство литературы в Франции тоже хорошо известны в России. И это то, что является основным взаимным восприятием и задачей дипломатов и задачей правительства обеих стран сохранить достаточно высокий уровень культуры и образованности в стране для того, чтобы сохранить это взаимное положительное расположение между странами. дипломат хотел бы тоже вас поблагодарить за содержательный доклад. У меня будет вопрос следующий. Когда вы говорите о странах бывшего Советского Союза, которые находятся между Евросоюзом и России, как вы оцениваете эффективность политики добрососедства? Думаете ли вы, что эта политика может способствовать чаяниям этих стран в конце концов примкнуть к Евросоюзу? В том, что касается первого вопроса, политика добрососедства она уже налицо, она уже де-факто существует с Россией. У нас есть множество хороших институтов и механизмов, которые работают на уровне Евросоюза. У нас есть и саммит России с Евросоюз, который поход ежегодно, и есть фактически и экономическое сближение. конвергенция, которая проявляется. Я вижу, что были даны общие установки российским правительствам для того, чтобы технические стандарты в России применялись как можно ближе к евросоюзным стандартам. И это будет способствовать свободному перемещению товаров. Мы знаем, что даже и после вступления в ВТО проблема стандартов может остаться препятствием для перемещения свободного товаров. И Россия объективно сделала выбор в пользу евросоюзных стандартов. Второй аспект в том, что касается евразийского пространства. на самом деле это механизм, который похож на то, как формировался Евросоюз. Это, во-первых, создание общего рынка между Россией, Белоруссией и Казахстаном, возможно, другими странами. и можно только рассматривать это дело положительно. Потому что, если вернуться к первому вопросу, вряд ли кто в Европе оспаривает целесообразность создать общее пространство экономическое, пространство человеческого общения, пространство безопасности на все протяжение Европы. Я думаю, что евроазийское пространство может только принести плюсы. Это может создать некоторые технические трудности, потому что иногда бывает легче вести переговоры с одним государством, чем с тремя государствами. Поскольку Евразийский Союз находится на стадии формирования, то введение переговоров может быть осложнен таким образом. В Евросоюзе есть уже слаженные механизмы введения переговоров, есть комитет по коммерческим переговорам, где интересы государства представлены уже зафиксированным образом. Тогда как Евразийский Союз это система, которая на стадии формирования и тот зачаточный аспект этой структуры несколько осложняет, возможно, процесс создания большого пространства свободной торговли. господин посол, колоссальный проект Штокмана, который был задуман и который уже несколько лет находится в стадии реализации, ставится теперь под вопрос по явным причинам. норвежцы вышли из-за этого решили списать свои потери. А каковы намерения в долгосрочной перспективе фирмы Тотан? Как вы знаете, в настоящее время нужно помнить о том, что идет снижение цен на газ и поскольку в настоящее время есть экономический кризис, снижается и потребление энергоносителей. Так что газовый рынок может быть является менее обнадеживающим, чем в прошлом. С другой стороны, есть и все вопросы, которыми сдаются зеленые движения в том, что касается целесообразности, экологической целесообразности разведок и разработок месторождения в арктической зоне. Так что возникают вопросы о том, следует ли вкладывать крупные средства. Но мы считаем, что необходимо вкладывать средства именно сейчас на более долгосрочную перспективу, потому что возможно через 10 лет произойдет обратное движение на рынке. Так что я могу вам сказать, что это так же, как и прежде, заинтересован этим делом и французское правительство также заинтересовано в штопном. Что касается норвежцев, я не могу за них ответить. Я скажу просто, что они тоже нашли очень много своих запасов в своих территориальных водах, и это мобилизует их возможности и потенциал. Мой второй вопрос коснется позиции Франции как страны, которая образует мост в многополюсном сегодняшнем мире. Это было выражение президента Франсуа Оланда. Можете ли вы уточнить, что он имел в виду, гасим-пасол? Возможно, Франция может рассматриваться как мост в отношении между Россией и НАТО, Россией и Евросоюзом. И в то же время, может ли Россия быть мостом для Франции в этом многополюсном мире? Спасибо. Я думаю, что есть уже первый ответ на этот вопрос. Это география. Это география людских населений и физическая география. Франция тоже была страной постоянных набегов. набегов. Это разные волны, которые одна за другой следовали и захватывали территорию. И тот факт, что во Франции есть потомки испанцев, африканцев, россиян, поляков. и есть части Франции, которые очень близки к Германии. То есть Франция является на точке слияния различных цивилизаций. И это, возможно, дает Франции какие-то способности, какие-то потенциалы к диалогу, которые могут быть чуть больше, просто добрососедство. Я говорю, что во Франции есть 64 миллиона населения, но один француз из трех имеет дедушку иностранного происхождения. Португальца, поляка, испанца, россиянина. То есть Франция это действительно плавильный котел различных цивилизаций. До сих порт этот плавильный котел довольно хорошо срабатывал. И это придает нашим мыслям и нашим действиям какую-то направленность, которая, может быть, не существует у других стран, потому что мы стали такой страной уже 300 лет. И демографический спад во Франции возник в 18 веке уже, и население оставалось неизменным или даже вырастало за счет только миграции. Есть другой внешней политики Франции. Есть одна специфика, которую я приписываю в большей степени генералу Деголю. Это то, что дипломатическая работа во Франции может быть ведется не одинаково совсем. это людей не устраивает. Иногда не устраивает наших союзников, тех, кто не мыслит как мы, но и те, кто должны были думать как мы. Есть особенность, которая является спецификой французской дипломатики, связанной вероятно с этой первопричиной. И это нам дает возможность иметь достаточно насыщенный диалог с различными странами мира, странами свет, которые были бы, может быть, не так доступными, если бы у нас не было такого подхода. С другой стороны, 50 лет уже Франция является членом Совета Безопасности. Франция это бывшеклоняльная держава. Это тоже имеет и положительные, и отрицательные стороны, но это имеет определенный глобальный подход к проблем Франции, присутствует в Азии, в Арабском мире, в Африке, и европейская история Франции тоже дает ей элементы познания этого региона. Это тоже один из элементов, которые позволяют Франции, может быть, играть роль такого моста. Но мы не одни, и у других стран есть другие особенности, которые дают эту возможность. Если многих эта способность есть, это тем лучше. А что мы унаследовали более непосредственно от генерала Деголя, это то, что вы говорили относительно НАТО. Потому что, разумеется, формально, мы вновь вступили в интегрированную структуру НАТО, но по сути это не изменило основного факта, что французская политика во всех форумах создает свою особую мелодию, свое звучание иногда. Это ее большое достоинство. Совместные культурные программы будут работать в 2013 году. Журнал «Международная жизнь». Ясно, что в отношении между Францией и Россией культура играет очень большую роль. Десятый год был чрезвычайным, потому что это был перекрестный год французской и русской культуры, вообще Франции и России и всей страны. И это были мероприятия, которые получили очень большой резонанс во Франции, в России. и в этом году, в 2012, мы проводим тоже перекрестные сезоны. Это более скромные уровни. Это перекрестные сезоны языка и литературы Франции и России. Так что мы организовали гастроли театральных коллективов, у нас есть кинофестивали, мы были в Москве почетным гостем на московском книжном салоне. Французские писатели совершили по Енисею круиз, они еще нам напишут множество интересных рассказов о России. Есть тоже российская программа во Франции. и я надеюсь, что это будет не последним перекрестным годом в области культуры, но наш культурный диалог очень насыщен, и это затрагивает саму суть нашего общения. Я хотел бы задать тоже вопросы по-французски. Во-первых, я хочу приветствовать всех, сказать, что меня зовут Гюзель, я учусь в дипломатической оказии Министерства национальных дел. Я не знаю, будет ли мой вопрос сочтен корректным, но мне кажется, что вопрос, который я хочу затронуть, очень важен. и в настоящее время ни для кого не секрет, что большое количество стран, в том числе Франции, это страны многонациональные и многоконфессиональные, и это создает особые трудности в регулировании социальных проблем государством, это создает множество проблем. В России одна из проблем, которая стоит на поездке дня, это регулирование права на ношение хиджаба. все знают, что недавно в одной из школ в России родители этих девушек запретили своим девушкам посещать школу, потому что дирекция школ запрещала хиджабы в школе. Это тоже является предметом освещения в СМИ. В настоящее время много говорится о демократии и о плюрализме, религии, мнении и свободе совести. И если мусульманская религия, которая исповедуется гражданами в России или же гражданами во Франции, предписывает ношение платка и в повседневной жизни есть ли возможность наложить запрет на это. Недавно весь мир следил за тем, как ваша страна решала этот вопрос. Но теперь уже прошло некоторое время, и поэтому может быть интересно задать вопрос о том, как обстоит положение сейчас во Франции. Это вопрос, который продолжает волновать россиян. Никто не оспаривает, что наша страна это страна светская, но есть регионы в стране, где большинство проживает мусульман. вот почему необходимо принять решение. Я хотел бы попросить вас сказать, какой был, какова была логика решения вашего правительства. Это несомненно вопрос по существу. я не берусь ответить за российское общество. Есть очень большая схожесть между проблематикой во Франции и в России. Как и Франция, Россия это страна иммиграции. Россия тоже, как и Франция, была имела присутствие в мусульманских странах и многие выходцы из этих стран могут приезжать в Россию без виз. Так же, как и во Францию. Так что изначальные условия очень похожи. Далее я скажу, что Франция сама по себе это светское государство. То есть ни одно вероисповедание во Франции не может иметь какой-либо особый статус в отличие от всех других. Ну, естественно, в силу истории есть больше католических школ или церквей. Но это в истории. Но в том, что касается обращения государства к религиям, все религии располагают одинаковым обращением государства по отношению к ним. И государство не поддержит каких-либо прелегированных связей ни с какой религией. Вот почему Франция выступила решительно против такого понятия, которое между прочим очень плохо определено. Никто не знает, что такое мультикультурализм. Мы его никогда не принимали. то есть основные французские ценности должны быть признаны всеми. То есть светскость и ряд республиканских ценностей, то есть правила выборов, права человека, правовое государство, и все должны уважать это. То есть эти основные решения были приняты, они обеспечивают баланс между свободой совести и желанием и готовности к общежитию различных общин. То же касается хиджаба. Хиджаб не запрещен во Франции, в отличие от того, что говорят хиджаб или, скажем, платок покрывало как любой признак религиозного, религиозной пропаганды, прозелитизма, запрещены в школах, в средних школах, потому что мы считаем, что дети не имеют достаточной самостоятельности в суждениях для того, чтобы выбрать свою религиозную принадлежность, и что дети еще находятся под влиянием своих родителей или же своей среды. и в школах должна соблюдаться абсолютный нейтралитет, отсутствие всех религиозных признаков. Но в университете студентка может носить хиджаб, крест, в общем, начиная с 18 лет выбор внешнего облика совершенно свободен. Это в отношении покрывала. А в том же касается покрывал, который покрывает полностью лицо, как бурка. Мы считаем, что это признаки пропагандистского характера, проземитизма, и это признаки, которые ставят носителя этих форм одежды вне общества. Поэтому мы эти афганские по происхождению формы одежды сделали, они запрещены во Франции. в Магрибе есть сунниты, многие из них различных суфийских течений. Это очень терпимый в своей жизни. Они ничего не имеют общего ни с хиджабом соловецким, ни с горкой афганской. Мы стремимся найти соответствующий баланс между желанием самоутвердиться и утверждать свою свободу совести и желанием или готовности к общежитию. Я скажу, что во Франции вопрос решается благополучно. я скажу, что мы радуемся тому, что очень мало нарушений французского закона. Несколько сот случаев в год, не более. Это что, к настоящему времени, да, я скажу еще последнее. Для родителей, которые обязательно хотят, чтобы их дети носили тяжелый крест или же хиджаб, они могут поместить своих детей в частные школы, программы обучения, которых находится под контролем Министерства образования, но которые имеют более строгое и религиозное обучение. Мы пытаемся найти средний путь, но я говорю, что наша проблематика стоит, в общем, в тех же теменах, как и в России. Здравствуйте, господин пасо. Спасибо за внимание, которое вы оказали нашей Академии. У меня вопрос следующий. Можете ли вы нам сказать ваше мнение относительно будущего Евросоюза? Какова будет роль Франции в урегулировании проблем, связанных с арабской весной? В общем, это два очень больших вопроса. Я вкратце мог бы коснуться первого вопроса в том, что касается Евросоюза, это совершенно ясно. Мы вышли из кризиса евро, и мы вышли из этого кризиса отчасти благодаря России, поскольку Россия сохранила все свои валютные резервы в евро, сохранила на том же уровне. Мы создали стабилизационный фонд, Центральный банк принимает во внимание задолженность в национальных банках. Были приняты очень жесткие меры, финансовые меры в каждой из стран. Я говорю, что мы сейчас выходим из кризиса, мы еще не вышли. По ряду причин Евросоюз и зона Евро выйдет из кризиса укрепленной. По второму вопросу относительно арабских весен, понятие арабской весны может быть уже неактуальным. Мы понимаем, что нельзя говорить о единой весне, есть ливийская, тунисская и Сирия. Сирия это уже не весна, это скорее всего гражданская война. Итак, во французском общественном мнении, по традиции французского общественного мнения, революции всегда пользуются положительным предвзятым восприятием. Это в общем входит в генетическое наследие французской мысли. естественно, спонтанно возникло большое движение сочувствия этим арабским веснам. Затем вступают в дело профессиональные дипломаты, они должны подумать, как мы с Ягейм, как мы построим свою политику. И в отношении Сирии, например, французский анализ и оценка России расходятся. Но мы согласны на ряде моментов нашей оценки. Во-первых, первостепенная роль Совета безопасности и ООН, которым мы являемся и та, и другая страна членами, ничто не должно быть предпринято без согласия Совета безопасности. Также гуманитарная помощь. Я был под большим впечатлением от усилий, прилагаемых России по гуманитарной стороне этого кризиса. Затем, помимо большого различия реакций в нашей стране, есть достаточно много общих точек. Это оказание поддержки объединенным нациям для того, чтобы попытаться разрешить эту проблему и в России миссии господина Брагимина. Хочу в заключении сделать такое сообщение. Вчера вечером заседал Совет управляющих дипломатического клуба и единогласно постановил присвоить господину послу звание почетного члена дипломатического клуба. Что это означает? Значит, обычный член, если человек хочет вступить, он должен заплатить 15 тысяч рублей. Если вступает организация, скажем, Рено 100 тысяч рублей, почетный член не только ничего не платит, а все услуги, которые, я их не все зачитывал, их много, которые дип-клуб может предоставлять, делаются почетному члену бесплатно, включая охрану объектов, сопровождение грузов, туристические поездки, переводческие услуги и так далее. И в этой связи я позволю себе вручить господин послу соответствующий диплом и знак. Значит, вот огромное вам спасибо, я надеюсь, что мы вас не утомили, не раздосадовали, вы еще не раз будете нашим гостем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok